В Велине ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о цели. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест кровавого барона и повздорила с какой-то ведьмой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Часовня. Значит, вход где-то рядом. Часовня. Часовня. Вот и вход. Часовня. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А! Привет, защитник у угнетенных! Быстро новости расходятся. А то! Я, как узнал, что ты перерезал моих людей, хотел тебя повесить. Или, по крайней мере, высечь. А потом подумал... Вот же крепкий молодец, раз с ними со всеми справился. Такой может мне пригодиться. Может пригодиться? Для чего? Вот, пожалуйста, хорошие отношения. Сразу видно, что мы сможем договориться. Прошу. Только повежливее, будь так добр. Помни, я еще не решил, что с тобой делать. Поговорим, там и буду думать. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Спасибо, я не за этим пришел. Ну, как хочешь. А я вот не люблю сидеть сухим горлом. До войны тут была винокурня. Лучшая в Велине. Отсожгли ее до основания, сукины дети. Ну, к делу. Я Филипп Стенгер. Мужичье меня зовет Кровавым Бароном. Геральт из Ривии. Мужичье меня зовет Мясником из Блавикина. Я знаю, кто ты. Мы только поэтому и разговариваем. Как тебе, Велин? Я пришел не пейзажи обсуждать. Это зря. Сразу видно, ты тут недавно. А между тем, здешние болота и трясины крайне интересные места. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Ты скажешь, наконец, в чем дело? В Цири? Ты же здесь из-за нее? Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, а смердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Сказала, что попутинь деревню, на нее напали чудища. закологи карлиной. Позже выкашли. Я пусть мне дали unmute. И так же можно убедить. И не так. Это все не хватало. Надо уходить. Угодите! Мне надо помочь. Можешь слезать! Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Ага, только совсем немножко. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Что с тобой случилось? А? Ты про это? Пустяк. Скажи лучше, где ты живешь? В Залипье. Там бы тебе все раны залечили. Откуда ты тут взялась? С дядькой пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться. И сказал, что подождет. Но я и шла. А там летел мотылек. Я побежала за ним, ну и потерялась. Почему папа отправил тебя по сладкой тропинке? Ну, потому что утром еды не было. Не поняла. Я немножечко плохо себя вела. Разбила крынку с молоком. Родители, наверное, разозлились? Мама наказать меня хотела. А дядя сказал, что и так слишком много ртов кормить. И что как пойдем по сладкой тропинке, так все заботы из головы и вылетят. Когда вы с папой вышли из дома? Утром. А солнце тебе светило в лицо или в спину? В спину. Значит, надо идти на восток. Тогда пойдем. Я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Волки! Быстро! Спрячься! Под улыбаться! Можно выходить. Ну ты, храбрая. Даже мой дядька так не умеет. А мой? Мой умеет гораздо больше. Пойдём. Глянь-ка, что там лежит. Подожди тут. Не подходи. Но... Никаких но. Останься здесь, я кое-что гляну. Нога оторвана. Или скорее кто-то её отгрыз. Фу! Жуть какая! Стой там! И не подглядывай! Ммм... Костный мозг высосан. Интересно. Ммм... Белки красные, всё ещё влажные. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошены. Но язык покушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Ммм... Раздавленная грудь. Рёбра пробили лёгкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Посмотрим. Печени нет. Сожрали. Зачем ты копаешься у него в животе? Посмотри лучше, у тебя шнурки завязаны. Похоже, малявка не выдумала этого волчьего короля. Это волковак. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Ну да, конечно. Это волчий король его подрал. Из каких это пор дети стали такими умными? А что мы будем делать, если он и на нас нападёт? Хороший вопрос. У меня нет серебра. Но я могу приготовить масло. Масло? Подсолнечное? Нет, особое. Из собачьего сала, борца, собачьей петрушки и волчьей печени. От него волчьему королю будет очень-очень больно. Какая ты умная. Откуда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Нет, не тятенька. Дяденька. Дядюшка Весемир. Волкин, слышишь? Прячься, быстро! Дядя, быстро! Всё! Можешь выходить! Как ты их порубила! Вот волчек короля базлица! Свинья? В таком месте? Значит, где-то рядом есть люди. И часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Иногда. А иногда сами идут. И возвращаются? Ты что? У них же там еды полно. Туда? Через пещеру? Веди. Тут немножко темно. Боишься? А ты? Волчий король, теперь ты мне веришь? Верю! Прячься! 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 Ну? Ну ты даёшь! В жизни такого не видал! Малявка! Влезай! В лесу мы видели одного, менее везучего. Это Ярин. Мы возвращались из подлезья. И это чудище на нас напало. Я-то сбёг, а Ярин... Эй, тише! Тут же малявка. У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой... Человек серьёзный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст? За убой волколака-то. Ну ладно. Веди к своему хозяину. И кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь. А вторая? Ни та, ни другая. Дочь-то я узнаю. Та, чтоб постарше. Может, и не ваша. Но шибко похоже. Так как? Будет награда? Я тебе, сука, покажу награду. А ну, пёрдывай отсюда, пока я пса не спустил! Ну, вкусный гуляш? Очень. Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать не дурно, а? Гретко за печкой, а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо. Ты ешь спокойно. Мы ещё поболтаем, когда отдохнёшь. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил её отдыхать. А потом? Ну, это уж совсем другая история. А мне кажется, что история всё та же. Рассказывай. Не так быстро, ведьмак. Помни, что у тебя передо мной должок. Ты зарезал нескольких моих людей. Мы же хотим сговориться? Я хочу её найти, ты понимаешь? И мне надо знать всё. Понимаю. Но, видишь ли, так получается, что мои дочь и жена тоже пропали. Предлагаю уговор. Найди моих близких, а я расскажу тебе всё, что знаю о девушке, которую ты ищешь. Я тебе помогу. Я найду твою семью, но потом ты расскажешь мне всё, что знаешь. Вот тебе моё слово. Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последнее Новолуне. Как сквозь землю провалились. Что значит пропали? Ну, пропали. Я утром просыпаюсь, а их нет. Прежде чем я начну поиски, мне надо знать, как они выглядят. Тамаре, доченьке моей, по весне девятнадцать исполнилось. Тоненькая. Ростом мне вот так вот, на плеча. И глаза у неё зелёные, как у матери. А жена моя, Анна, она пятый десяток уже разменяла, но никогда в этом не признается. Волосы у неё густые, как смола, тёмные. Она их завязывает в узел на затылке. Ты пробовал их искать? Да я людей сразу же разослал, но они на такое дело не годятся. Последний мешок зерна у мужика. Вот они из-под земли достанут. А человека в жизни не найдут. А кроме того, в Велине сплошные трясины, заболоченные леса. Полно укромных мест. Если хочешь кого-то спрятать, лучше края не найти. Возможно, их похитили. У тебя есть враги? Какие там враги? Мужичьё всякое там, недоёбки. На мою семью ни один не осмелится руки поднять. А те, что могли бы осмелиться, давно уже червей кормят. Этого всё ещё мало. Можно осмотреть их комнаты? Зачем? Может, я найду там какие-то следы. Я чужим не позволю рыться в их вещах. Ты хочешь, чтобы я их нашёл или нет? Хочу. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Всё равно дверь открывать. Знаешь, дочка моя в детстве очень любила зверей. Как-то увидела на стене оленьей рога и... знаешь, что спросила? Понятия не имею. Папочка, говорит. А вот этого оленя попа за стеной. А у тебя седой тоже вид, будто вчера всю ночь поджирался. Понял? Если ей кто зло причинит, убьём нахер. Пришли. Отсука опять заедает. Это наша спальня. Комната Тамары там. Только не устраивай тут бардак. Тогда они вернутся. Пусть всё будет так, как они оставили. Стена другого цвета. Будто ещё недавно здесь что-то висело. Может, эта картина по размеру подходит? Деревянный подсвечник. Ножка сломана. Барон и его жена выглядят счастливыми. А здесь? А, кто-то закрыл дырку в стене. Интересно, что там с другой стороны? Так, интересно. Похоже, эта деревяшка ножка от того подсвечника. Вряд ли это совпадение. Хм. Похоже, тут дело дошло до драки. Поищу ещё следы. Свежие цветы. Он что, надеется, что они могут вернуться в любую минуту? Словный подсвечник пятна от вина кто-то разбил бутылку. Эрвелюс из Тусэнта. Хорошей выдержки, долго не выветривается. Интересно, куда ведёт след? Ай, ну и бадун. Чёрт, след обрывается. Можно поискать здесь что-нибудь ещё. Я б стаканчик накатил. Водки у тебя часом нету? Ту-куш. 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 Значит, здесь ночевала Цири. Волчок. Вряд ли им играла Цири. А вот Гретка... Это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке. Неясная природа проклятий Лидия Ван Бредеворд. Откуда у нее такое? Девушки отдыхают... Ты убьешь всех чудовищ? Всех! Ты Гретка? Я. А ты Геральт. Откуда ты знаешь? Потому что у тебя белые волосы и медальон с волком. Цири мне рассказала. Вы с Цири же разговаривали? Ну да. Она не говорила, например, куда собирается? Или зачем она здесь? Говорила, что ищет тебя и чародейку. Только ты здесь. Значит, тебя она не нашла. Ну, может, хоть другу этому своему помогла? Цири хотела помочь какому-то другу. Какому, не знаешь? Как это какому? Другу своему. Она сказала, что он угодил в переделку, а она должна его спасать. Цири хотела помочь какому-то другу. Какому, не знаешь? Как это какому? Другу своему. Она сказала, что он угодил в переделку, а она должна его спасать. Это не твоя? Волчок! Где ты его нашел? В комнате Цири. Мы играли там иногда. Однажды мне было очень грустно, и Цири вырезала мне волчок. Жалко, что ей пришлось уехать. Ты не знаешь, где Цири? Нет. Однажды, когда я принесла ей завтрак, ее уже не было. А барон сказал, что она уехала. Ты не спрашивала, куда? Я спрашивала. Но она сказала, что я маленькая, и все равно не пойму. Но Цири оставила мне подарок. Какой? Вот такой. Зеленый камешек. Ух ты. Красивый подарок. Спрячь его хорошенько и никому не показывай. Он очень ценный. Спасибо. Ну, иди играй дальше. Я не играю. Я помогаю. Бахрома. Бахрома. Лер Доранж. Лер Доранж. Я в стаканчик накатил. Водки у тебя часом нету? Выпускай, урода. Я думаю, урод спит. Тогда пойди и разбуди его. А у тебя седой тоже вид, будто вчера всю ночь нажирался. Я в стаканчик накатил. Водки у тебя часом нету. Словный подсвечник, пятна от вина, кто-то разбил бутылку. Эрвилюс из Тусента. Хорошей выдержки, долго не выветривается. Интересно, куда ведет след? Я в стаканчик накатил. Водки у тебя часом нету. Водки у тебя часом нету. Вот вчера всю ночь нажирался. Ну куда? Ну куда? Ну куда? Еловая деревяшка. И пахнет можжевеловым дымом. Похоже на народный оберег. Интересно, от чего он должен был защищать? Кажется, здесь больше нет ничего интересного. Я в стаканчик накатил. Ну как, уже осмотрелся? В комнате я нашел следы борьбы. Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы? Ты о чем? Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, но не попала в нападавшего, а только пробила дыру в стене. Потом они еще дрались. Я не... Не знаю я ничего об этом. В ту ночь я... Я пьян был, и ничего не помню. Я проснулся, когда их уже не было. Но вы же здесь не одни живете. Может, твои люди что-нибудь слышали? Я всех по три раза спрашивал. Конечно, никто ничего не знает. Здесь повсюду несет вином. Что случилось? Ну, это должно быть мои ребята. Какая пьянь. Ты даешь своим людям Эрвилюс? Ох ты, ну может и я разлил. Говорю же, я в ту ночь пьяный был. Да какое это имеет значение-то? Тут вином везде несет. Узнаешь этот медальон? Хм. Да. Анета носила его последнее время. Ты знаешь, откуда он у нее? Понятия не имею. Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожей? Ворожей есть. Старый чудила. Живет недалеко от больших сучьев. Ну и колдунья еще есть в подлесье. Но я о ней мало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если Анетка и ходила к кому-то, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. Надо сходить поболтать с этим выражаем. Только имей в виду, ты с ним вряд ли сговоришься-то. Он, говорят, в молодости порешил собственного отца Секирой. Вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит. И с козой ебется. Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить о медальоне. Канчик накатил. Водки у тебя часом нету? Ну и бадур у меня. И сходить. Угу, угу, угу. Субтитры создавал DimaTorzok